Мы находимся на открытом всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей и младшего возраста, посвященной памяти заслуженного тренера России Казбека Исаевича Даникаева. Перед нами стоит олимпийский чемпион Хаджимурат Магомедов. Здравствуйте, Хаджимурат. Добрый вечер, здравствуйте. Как вам атмосфера турнира? Ну, я очень приятно удивлен, потому что я даже не думал, что в этот зал поместится 8 ковров. Какая атмосфера, столько участников, больше чем 1100-150 человек участвовали. На самом деле, только слова восторга, восхищения, насколько Давид Владимирович вместе со своей командой, спортивной командой, организовали для детей такой большой праздник борьбы. Со многих уголков ребята приехали на этот турнир. И мне детская борьба, чем мне нравится, что она открытая и очень интересная, динамичную борьбу детям показывают. Поэтому с наслаждением мы смотрим, наблюдаем, болеем за наших детей, будем ждать финала. Ваше мнение по поводу 8 ковров? Ну, я давно не видел здесь у нас в России, чтобы такого масштаба соревнования проводились на 8 коврах. Обычно бывало там 3, там максимум 4 ковра. Ну, такой интересный формат. И я думаю, что у Давида уже большой опыт, у него, у его команды большой опыт проведения таких турниров. Поэтому я думаю, что Давид на этом не остановится, будет продолжать ставить новые высоты и продвигать нашу олимпийскую дисциплину в вольную борьбу. Помните себя в 11-12 лет, как боролись? Да, я помню, как я в этом возрасте себя. Я как раз об этом тоже задумывался, как летит время. 10-11 лет когда-то там в Махачкале, первенство города, первенство спортивной школы. Тоже так, ну, у нас там, наше первенство школы, баксы, там 2-3 ковра, таких масштабных соревнований тогда не было. Ну, много участников бывало, но не столько, как сегодня. Ну, сегодня мне уже почти, там, можно сказать, 46 лет. Время летит, ну, это реалия жизни, нам надо только радоваться детям, которые борются так, как кто-то плачет, кто-то радуется. У кого-то восторг, восхищение, радость. И это есть вот этот миг, спортивный миг счастья жизни. Вот это, как говорится, не купишь. То, что вот сегодня дети, эти эмоции, опыт, который они получают. Поэтому еще раз большое спасибо организаторам. Мы видим, что на коврах у нас наши спортсмены все полностью укомплектованы. То есть борцовки, трико в сборной России. Была ли у вас такая роскошь? Ну, сейчас, конечно, выбор большой. В то время, когда в 10-11 лет еще был Советский Союз, тогда другая сторона была. Все было, многое было в дефиците. Там, если мы чешки, обычные, я уже о борцовках не говорю. Если я чешки в спортивном магазине находил, это для меня был праздник. Потому что чешки изнашивались, ну, быстро рвались. А это был дефицит. А трико такой, вот как у ребят сборной России. Это вообще, об этом можно было и не мечтать. Такие трико выдавались только членам сборной команды там, Советского Союза. А у нас было простое, черестяное трико, которое нам в спортшколе выдавали. Вот так мы росли. Ну, это все надо пройти, чтобы достичь больших высот в спорте. Сразу все идеально не бывает. Поэтому с детства, в начале чешки трико. Иногда даже носках, чешек не бывало, мы носках боролись. Даже такое время бывало. Не бывало, что трико нету. В шортиках спортивных боролись. Одевали такую повязку красную, чтобы различать красную стену. И такое тоже бывало. Здесь у нас открытый турнир. И приехали достаточно много стран ближнего зарубежья. То есть это уже для детей 10-12 лет международный опыт. Когда у вас был международный опыт первый? Если я скажу, что у меня международный опыт был. Первый мой выезд за рубеж, вы не знаете сколько было. Если я скажу, вы даже не поверите. Это был... Первый мой выезд был в 95-м году, а мне было уже 21 год. За рубеж. Мы поехали в Израиль на международные соревнования. А уже в следующем году были Олимпийские игры в Атланте. Можно сказать, что особого опыта зарубежного выступления у меня не было. Но, как говорится, относительно поздно я стал и выезжать, и на соревнования. Я учился в 10-м классе. Мы в Казань поехали. Тогда еще в Центральный Совет Общества Динамо проводились такие соревнования. Первый выезд в 10-м классе. Я боролся на городских, республиканских, но выездов у меня относительно все поздно. Но это говорит о том, что если ты это любишь, любишь этот вид спорта, хочешь достичь, то сроки и внешний вид экипировка это значение не имеет. Если ты этот путь выбрал, то нужно идти, где-то спотыкаться, вставать, продолжать идти и покарать высоко. Сейчас на турнире есть? За кого вы болеете? Ну, я за всех детей болею. Ну, кто красивую борьбу показывает, я за того буду болеть. Ну, это соревнования, как говорится, открытые, все российские, из-за рубежа ребята приехали. Ну, больше, наверное, симпатии у меня будет представителям Северо-Кавказского региона, потому что за россиян, которые борются в Северо-Кавказском регионе, потому что я сам здесь вырос, боролся, научился азам борьбы. А так я никого не разделяю, буду болеть за красивую борьбу. В любом случае, в этом возрасте уже есть звездочка из Дагестана. Ну, я за этим мальчиком тоже слежу. Это Расул Магомедов, вы, наверное, о нем говорите. Я его первый раз увидел на передаче у Максима Галкина и понял, что мальчик талантливый. И вот схватка недавно была у него такая, весь зал с накалом, с таким этим смотрел. Настолько она была интересная по накалу, что я сам встал, смотрел, переживал. И хочу поздравить его соперника, который очень достойную борьбу показал. И до последнего, по-моему, тот даже вел его, и на последних секундах Расул взял прием и вырвал победу на последних секундах. Поэтому вот такие дети у нас растут и радуют нас своими успехами. Ну и напоследок, ваши пожелания юным борцам. Я хочу пожелать юным борцам, те, кто борются здесь, и вообще всем детям, которые выбрали вольную борьбу, чтобы они достойно шли к своей цели, никогда не сходили с этого пути. Этот путь, он такой тернистый, он будет сложный. Конечно, но если вы выбрали, надо идти до конца. Да, будут травмы, будут поражения, но вы должны вставать, вставать, идти и вместе со своим тренером идти к большим высотам. А успех, конечно, придет, это вам в жизни пригодится. Увидите весь мир, будет у вас много друзей. Удачи вам во всем. Радуйте своих родителей, тренеров своими успехами. Мои лучшие пожелания. Спасибо, очень рад.